Крестоносец Элитная армия легионеров и притрианской гвардии направляются к городу Аску-Калис. Будем с гутонами воевать. Племя тоже необходимо ликвидировать, пока они не успели там нанять большое количество отрядов. Так, насколько я вижу, у нас маловато еды. Запас всего 5 единиц. Поэтому решать необходимо уже прямо сейчас данные вопросы. В Бурдигале строим лавку деликатесов. Ну и будем развивать в Белзе аграрные здания после того, как следующим ходом будут снесены варварские постройки. Писали мне тут в комментариях, что у меня какая-то армия около Рима осталась, элитная, ничего подобного, она идет. Видите, путь уже проложен. Через несколько ходов будет у Виссонтио. Ну и давайте делаем ход. Бои хотят мирный договор. Причем бесплатный. Уже не хотят быть протекторами. Не хотят уже нашей власти над собой. Просто требуют мирный договор. Не понятно вообще на каких условиях. Учитывая, что сил-то у них не осталось вообще. То есть пустые города. Ну, может быть, есть какие-то там крестьянские армии небольшие. Но что они против нас делают? Сейчас Риму могут противостоять только Спарта с Афинами, объединенными силами. Ну и, конечно же, Сиракузы. Но с Сиракузами мы военные союзники на данный момент. Поэтому о них можно забыть на время. В процессе прохождения, да, они станут нашими врагами рано или поздно. Вот тогда и будем задумываться. Надо решать проблемы по мере их поступления, иначе, говорится, не напасешься на решение этих проблем. Не знаю, как атаковать Гутонов. Довольно интересные вопросы. Одной армии или сразу же двумя? Попробуем одной. У нас армии элиты. Хотя они все неопытные. То есть опыт нулевой. Как они будут сражаться, я, честно говоря, затрудняюсь ответить. Повышение ранга у наших ветеранов. Сразу нескольких. Сразу нескольких ветеранов повышение ранга. Кстати, вот этого товарища нужно пересадить. Сейчас будет в нашу элитную армию легионеров-притрианцев, чтобы он обучал их. У нас больше нет воителей свободных. Поэтому пускай обучает. Так. Пускай отвага еще раз прокачается. В новой фракции селевкиды возродился народ, чтобы пытаться снова восстановить свою независимость. Как готовит он наших легионеров. Потому что, повторяю, они все неопытные. Я считаю, что здесь он более необходим, чем... В армии гладиаторов и... ...принципов с варварами. Они и так получат свой опыт в сражениях. Необходимо здесь нанять мне агента. Это у нас будет Саглидатой. Саглидатой. Ария Лебион. Я хочу проверить, что делают гутоны. И какие войска у них собраны непосредственно в городе. Какой гарнизон. Все это нужно, ребята и девчата, проверить заранее. В том, уже может быть поздно. Если армия подойдет, ей уже будет не уйти. Попадет в засаду. И могут погибнуть даже и притарианцы с легионерами-доспешами. Так, по полководцам у нас максимальный лимит уже достигнут. Значит, здесь строим в Белзе вилы. Через два хода у нас пищей будет запас плюс четыре. С каждого из этих строений сможем строить дальше необходимые нам здания. Делаем ход. Хотя, стоп, мы его еще не делаем. Мы не всем нашим агентам качнули перки. Так, военное дело, сила. Так, 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 так. Я думаю, что силу прокачаем. Здесь воинственность. Военная подготовка в армию будет быстрее идти. Что тоже очень-очень является полезным перком. Что, ходим? Глобальная карта напоминает в тоталварах шахматы. Где фигура перемещается, только не по заранее определенным каким-то клеткам, а произвольно. Ну и от того, насколько вы дальновидны, насколько вы сумеете предугадать действия противников, от этого зависит окончательный результат. Чем дальше, скажем так, вы сможете просчитать эти действия. Если играть без плана, далеко не отыграете. То есть, если вы будете всегда отвечать ударом на удар, много вы не достигнете. Нужно не просто ответить. Нужно уже готовить план, как бы, того, что вы будете делать после ответа. То есть, вы должны уже знать, что на вас нападут, и готовить уже ответный удар после отражения заранее. Другая деятельность, не хватает нас пищи, но это вопрос решаемый. Одного из членов вашего рода пытается шантажировать. Две тысячи? Да, пускай шантажируют. Пускай сам решает свои вопросы. Две тысячи отдавать я не буду. Какая тут хреновая погода. И нам, кстати, не хватает еды. Это очень-очень плохо. Пока мы никуда не пойдем. Зимой мы откавать не будем гутонов, тем более с нехваткой пищи. Посмотрим, кто у них здесь в городе, для начала. Так, братья-копейщики. Ну, в принципе, довольно неплохие отряды. Ночные охотники. Практически как легионеры. Только без доспехов. Атака мощная. Новобранцы с дубинками. Ну, довольно слабые войска. Германские юноши. Ну, застрельщики, в принципе. Довольно неплохие стрелки. А в обороне-то они будут биться еще лучше. Потому что у них будет бонус на броню. Бонус на атаку и бонус на боевой дух. Так, диверсия в войсках. Отравление пищи. Давайте попробуем отравить. Диверсия в войсках удалась. Соклядатый получает свой второй ранг. Так, шанс критического успеха в любом действии. Пускай будет агент. У них, правда, здесь свой агент стоит. Как бы она, дева-воин, нас не укокошил следующим ходом. Ну, вот мы немного потравили у них войска. Да, они покоцаны. Следующим ходом пытаемся это сделать еще раз. Надеюсь, что все у нас получится. Так, они рви идут, кстати, к нам. Непонятно зачем. Но я думаю, что войной нам объявлять не собираются. Из-за в густые треверором они ушли. Но ускоренно марша перемещаются. Так, ладно. Здесь мы можем донанять когорту Орла, в принципе. Вот эту вот армию. Когорту Эвтокатов. Когорт Эвтокатов более, скажем так, выглядит. Почтительнее конец и легион. Ну, давайте один отряд какого-нибудь легиона создадим. В принципе, мы практически готовы к атаке. Для начала гутонов сомнем, потом уже займемся всеми остальными. Делаю ход. Потравим их, а потом уже атакуем. Потому что зимой переходить здесь по горам, по лесам, армия будет терять войска. И к тому же мы уже подойдем слабленными. Смотрите-ка, бой предлагает нам мирный договор за пять тысяч. Это предложение более заманчиво. Торговые соглашения не хотят они с нами заключать. Ну, давайте. Я сдеру с них пять тысяч, а потом нападу еще раз. Это уже предложение более здравомыслящих людей. Отдали, наверное, все деньги, чтобы от нас избавиться. Ну, на несколько ходов мы их оставим в покое. В принципе, можем заняться сейчас. Другими племенами. Нервиями, например. И гутонами. Ну, а с боями покончим чуть позже. Им, в принципе, усиливаться уже некуда. Они максимум куда могут напасть только на наши земли. Либо пойти в сторону Армении. Я думаю, что туда они не пойдут. Тем более, у них и сил-то не хватит. Тайный агент раскрыт. Да, видите, потеря в войсках. Загиды. Агента прокачиваем. Демагогия. Для того, кого любит толпа, нет ничего невозможного. Демагог, вроде переводится, ведущий за собой. Толпу, если я не ошибаюсь. Коррупция минус пять. Новая ставка минус пять. Патеритет. Ну, если этот пер качать, то лучше данного агента засылать на вражескую территорию. Провокатор. Философия войны. Мне не нравятся его перки. Лучше вот этот, подкачнем философия. Будем его улучшать дальше. В Белзе, значит, мы строим. Что мы строим с вами? Мы строим здесь здание, которое максимально дает пищу. Пускай яма для зерна будет. Она не максимально дает еды, зато хороший доход и не влияет на общественный порядок. Ну и строим усадьбу. Вторым зданием. С едой нужно разбираться. С едой нужно разбираться. Что, травим еще раз этих ребят? Попытаемся, по крайней мере. Они собирают еще армию, продолжают. Травление пищи. Версия удалась. С аглидатой повышается ранг. Какой следующий даем ему перк? Разлад, манипуляция. Соперник. С аглидатой. Еще у нас будет шанс сбежать критического воздействия вражеских агентов плюс 5%. Для с аглидатой это пригодится. Отравление идет успешно. Войска у них теряют народ. Ой, как у нас здорово потрепались войска, вы посмотрите. Пипец. Из-за нехватки еды. Практически во всех армиях. Армия огромная, поэтому... Четыре хода полное восстановление. Ну, будем ждать. А вот что делать с нервеем? Атаковать сейчас или же еще тоже подождать пока что? Храм Нептуна можем построить на Виссонтио. Еще поднять общественный порядок. В принципе, он и сейчас уже высокий. Мы можем выходить отсюда. Давайте. Доход от торговли повысится значительно. Они возвращаются, кстати, в Бибракту, потому что чувствуют, что мы сейчас будем атаковать. Собаки. И как неудачно, да, вот здесь теперь придется восстанавливаться. Ладно, давайте ходить. Что тут убиваться и горевать. Займемся пока экономикой. Теперь у нас есть Белс, аграрный город, который будет еды давать очень-очень много. Главное его не потерять. Иначе потом у нас начнутся перебои с продовольствием снова. И на себе. Вот вам и мирный договор с боями. Дал субить нашего сановника. Бибракт будем атаковать из Виссонтио сразу. И там еще одна армия стоит рядом с городом. Я думаю, это будет оптимальный вариант. Но я хотел бы все-таки разобраться с гутонами в этой серии. И не начинать войну пока что с нервеями. То есть время и есть, время терпят. Здесь нужно все сделать наверняка, не рискуя. Ведь экономику можно поломать нам очень легко. Атаковать прежде всего города, которые дают нам еду. И у нас сразу же начнется голод по стране. Придется... Давайте застами заключим торговое соглашение. У нас начнется голод в войсках. Они начнут погибать. Нам придется сокращать. Наши постройки разрушать, которые потребляют в большом количестве пищи. Потом опять строить это все надолго. Так, герой у нас погиб. Естественная смерть еще какого-то одного из персонажей. Население ободрено. Свебия. Но будем травить пока. То есть мы заключили торговое соглашение с двумя племенами. Доход у нас возрос на тысячу. Почему бы и нет? Несколько ходов это... Можно сделать. И будем продолжать их травить. Опа! Диверсия провалилась. 65% шанс был, и они снова практически восстановились. Смотрите. Но перед атакой мы еще раз их потравим. Три хода. И четыре хода будет восстанавливаться конница. Да. Мы можем, конечно, проатковать неэлитные армии через ход. Но я боюсь, что они не смогут взять город. Там довольно-таки неплохие у них войска. Относительно наших. Я имею в виду еще с теми же перками к обороне. К броне. К атаке, которую в защите они получают. Они могут вполне отбиться, дети леса. Кстати, армию надо переименовать. Пускай будет легион... Ой. Геркулеса. Немного символов осталось. Там действительно войска очень сильны. Ну что, атакуем Вибракси. Все-таки не будем дожидаться. Здесь у нас есть доспеши легионеры. И притарианская гвардия. Несколько отрядов. Триария принципа. Такая солянка своеобразная. В Вибракси довольно сильный тут гарнизон для варварских городов. Городов, кельтские воины, братья-копейщики, свирепые мечи. Свирепые мечи. У них есть и в армии. Это решение нужно взвесить. Обстоятельно. Очень обстоятельно. Мы, в принципе, можем взять у них сразу три города одновременно. И здорово их подорвать. Но каков будет их ответ? Вот в чем вопрос. Подожду. Возможно, кстати, перемирие с боями сыграет нам на руку. Сейчас они начнут воевать с нервеями более активно. Не отвлекаясь на нас. И, соответственно... Ослабят это племя. Два ослабленных племени лучше, чем одно сильное. Но продолжают нервея давить. И причем очень-очень активно. Бои не могут их сдержать все равно. Даже без наших атак. Война с ними не будет. Долгая, но она будет очень яростной. Погибнут многие армии, погибнут многие солдаты. И с их, и с нашей стороны. Они еще с нас требуют теперь договор о ненападении. Да еще и за деньги эти эсты. То есть микроплемя что-то пытается еще какие-то условия нам ставить. Вообще обнаглевшие рожи. Доблестная смерть. Не знаю, где он доблестно так погиб. Но нам нужен новый полководец. Спротивление чужеземной оккупации. Рвение. Спротивление оккупации. Пленники, захваченные в бою. Ну, пускай будет вот этот вот товарищ. Септим, Кури и Луб. Практически восстановились у нас войска после голодухи. А мы тут пока пытаемся потравить, тонов дальше. Теперь диверсия в войсках удалась. Это меня радует. Сразу же делаем ход. Давайте не будем тянуть время. Сейчас основная наша задача это именно восстановить потрепанные подразделения, уничтожить глутонов и дальше уже напасть на нервиев. Как бы на три фронта воевать совсем не хочется. Мы город возьмем, но с какими потерями это еще вопрос. Тем более, кстати, наша армия в этот момент не просто стоит и восстанавливает потрепанные отряды, она еще и обучается. Там же воитель. И легионеры уже атакуют с претерианцами более-менее опытными, а не голодранцами, которые только вышли из учебки. Да, это войска, которые уже изначально имеют хороший задел, скажем так, военного искусства, но это все теория. В боях-то они не участвовали. А воитель покажет им, как нужно это делать на самом деле. Уже деньги не требуют, они уже просто пытаются с нас получить договор о ненападении, эстэ. Ого! Они требуют, чтобы мы вступили в войну с нервиевыми. Нет, парень, извини меня. Ау, анзист. Короче, пошла дипломатия, все с нас что-то требуют. Ничего не предлагают, только требуют. Микроплемена требуют от Рима повиновения. Персонаж ранен. Где это? Около Белза. Нашего, кстати, вырубили сановника. Ладно. Спарта с конфедерацией кельтов вступает в войну. Наймем здесь еще одного сановника. Не получится. Не получится, потому что... Они все три живы, просто... Один из них ранен. Здесь, значит, нанимаем воителя обязательно. Так. Воинская рвень. Общественный порядок плюс два. Доход плюс десять. Деморализация силы. Военная подготовка. Вот ты мне нужен. Публей, визелье, квадрат. Квадрат. С квадратной челюстью. Будешь обучать наши элитные войска. Вот эти вот. Следующим ходом посадим. Квадрат. Так. У нас вот армия начинает отбрасывать коньки. Потому что стоят они далеко от поселений. Входим назад. Ничего себе. Они просто зимой теряют силы из-за того, что находятся вне города. Давайте их посадим назад. Мне нужно их восстановление, а не... Смерть. Как у нас здесь с опытом? Ну, опыт растет. Войска обучаются. Один перк, по крайней мере, они получат. На момент атаки. Это точно. Тяжело вот продвигаться вот в эти вот дальние провинции. Очень тяжело происходит. Продвижение. Зимой атаковать нельзя. Войска теряют силы. Летом. Всякие различные факторы могут повлиять. Типа голодухи. Голод и морг косит войска не хуже меча. Оборонительный союз за 3600 требуется на спарта. Конечно. Только мне от вас этого не хватало. За 3600 союз оборонить. Обороняться-то уже не от кого. Мир поделен между четырьмя фракциями. Де-факто это Рим, Спарта, Афина и Сиракуза. Все остальное для нас не угроза. То есть да, все эти племена могут доставить нам определенные проблемы. Даже разбить какие-то армии, захватить города. Но победить нас они не смогут. Это лишь, скажем так, мелкие укусы комара против слона. Агент выздоровел. Отлично. Ну что ж. Следующим ходом, в принципе, можем проатковать. Либо ждать, пока конец полностью установится. Тут уже дело вкуса. Здесь, кстати, можем тоже нанять воителей. Сейчас посмотрим, где у нас нет воителей, где у нас есть опытная армия. Я имею в виду элитная армия. Которая стоило бы прокачать. Можем, в принципе, здесь нанять вот еще одного. Так. Пускай будет вот этот товарищ. Тиберий Пинари Грак. Тебя мы сажаем на переобучение. На обучение отрядов. Можем мы нанять еще, в принципе, токатов. Как ворту орла, давайте наймем два отряда. Конец, я думаю, достаточно будет и двух отрядов. Наша экономика теперь уже тянет полноценно. Еще одну полную армию. Нерви расселись по городам. Они чувствуют, что мы собираемся атаковать. И этого страстно не хотят. Травим пищу, потому что следующими ходами. Атакуем. И здесь нужно максимально ослабить их войска, чтобы они не успели восполниться на момент атаки. Так, разладка, лаборационизм. Яд. Контрразведка военная. Шанс успеха в уражеских агентов минус 6. Давайте агенты будем прокачивать. Шанс критического успеха в любом действии плюс 10%. Это универсальный вариант. Сделаем ход. Да. Нехватка пищи оттянула нашу атаку. Ходов на 5, на 6. Но, тем не менее, за это время наши войска получили опыт. Это тоже большой плюс. Как говорил Дэйл Карнеги, но, по крайней мере, я помнил. Именно с его фразы. Это крылатое выражение. Скорее всего, эта фраза гораздо древнее, чем этот психолог. Он говорил, что не существует плохих или хороших вещей. И все зависит от того, как вы к ним относитесь. Поэтому, да, мы задержались на 5 ходов, на 6. От атаки, на гутонов. Тем не менее, за это время наши войска получили опыт. И меньше потеряют воинов при штурме. Ну и плюс мы потравили хорошую их армию. Прокачали несколько агентов. Это тоже плюс. В этой игре не всегда все получается так, как вы хотите. При всем желании. Ну, конец практически восстановился. В принципе, не будем мы ждать этого хода. Я думаю, атакуем прямо сейчас. 65 шансов отравления. Оно удалось. Войска противников снова потеряли. Войнов их отряды поредели. Объявляем войну и атакуем сразу же. Так. Позвать союзников. Объявление войны при наличии соглашений. Рассматривается как вероломное деяние. Да мне наплевать. Да, я вероломный. Да, я коварный. Да. Я играю за Рим. Таким он и должен быть. Авторасчет. В принципе, 73, 78 и 76 остаток в войсках. У всех появилась плодной плашки. То есть, первый ранг отряда. Ветеран наш. Агент прокачал их. Будем. Штурмовать. Будем штурмовать вперед. Они выходят на поле боя. Смотрите, они даже нас не в городе принимают, а на открытом пространстве. Ну что ж. Хорошо. С одной стороны, это будет сложнее. Потому что Их больше. С другой стороны, Если мы сумеем их грамотно окружить, Гораздо быстрее избавимся от их стрелков. Ну, проведем бой. Захватим город. Авторасчетам уже, если они не сдадутся сразу. И заканчиваем серию. Погода нормальная вполне. Ждать мы не будем. Романсы готовы для обязанности. Это флайная вертельная формация! Организуй себя! Вот они, ребята. Элита римских легионов. Доспешие легионеры. И притерианская гвардия. В тяжелых латах. Хорошо обученные. Дисциплинированные. Очень мощные войска. Вперед. Каковы шансы у этих парней? Да, в принципе... Ну, компьютер оценивает их шансы как... Процентов 60... 40, точнее. У нас 60, у них 40 на победу. Они идут сами на нас. Поэтому мы просто перестраиваемся и просто их принимаем. Встречаем. Наваливаем им кренделей. Коинцы сразу же обходим. А они не идут дальше. Смотрите, они сдвинулись и встали. То ли подкрепление ждут, то ли... Я не знаю. Гуляемся. Плохо штопт у нас у отрядов. Довольно-таки низкий. Всего по одной планке. Но все-таки это претерианцы. Я надеюсь на претерианскую гвардию и на легионеров. Но шансы он нам дает довольно-таки скромные. 60% при таком раскладе. Что-то подозрительное. Пытаться сначала выпилить их стрелков. Это довольно сложно будет сделать. Первый залп они сделают... Первый залп они сделают... Сами. Как будем атаковать? Как будем атаковать? Ну а так стандартно. Берем их в такую коробку своеобразную. Ходить начинаем сразу четырьмя отрядами. Слева четырьмя отрядами. Справа. Это нужно сделать до того, как... Центральная армия пойдет в наступление. Центральные отряды я имею ввиду. Вот один товарищ писал, что боты тупые. Они вообще не контролируют перемещение твоих отрядов. Вот был бы человек, он бы тебе навалял. Если бы ты попытался бы вот так вот растянуть войска. Знаешь, что любезный он сделал бы? Он начал бы вот так вот шевелиться, пытаясь перестроиться. То на одну армию, то на другую. Ведь он не телепат, он не знает, как я атакую. С стопроцентной достоверностью. И если бы мои войска начали обходить бы с двух сторон, бы его начал бы разрывать, бы застрельщиков пытаясь как-то пострелять по кому-то. Либо в центр перемещать тяжелые отряды. В этот момент я с фланга бы как раз проатаковал. Вот в чем проблема. Он не знает, с какой стороны именно я начну атаку. Когда вас окружают, уже начинается так или иначе подсознательная паника. Он отходит назад. Видите, он разворачивает. Войска прежде всего на конницу и на... Деды легионеров. Так, начинаем. Начинаем прямо сейчас. Они уже по нам кидают. Вперед. Видите, у них там все войска сгрудились в кучу. Сейчас... Строя никакого у них нет. Вот у них ссадники выбегают вперед. Мы продолжаем приближаться. Вперед. Главное не потерять контакт. Все, они побежали. И начинается непосредственно сам бой. Окружаем их вперед. Не дать им преимущества нигде. Приказы, в принципе, розданы. Теперь смотрим. Они попали в окружение, но пока стоят. Ударяем сзади. Они разбегаются и трусливо бегут. Нельзя дать им убежать. Потерь практически нет. Это очевидно было. Попытные легионеры и притерианцы перерубают варваров. Которым бежать-то некуда, но тем не менее они гораздо слабейшие. У них было несколько хороших отрядов, но не более. Гонницы добиваем разбегающих. Бегающих нет. Нет, они в окружение попали и бегут. Надеваем. Генератор! 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 Кавалерий Кавалерий! Кавалерий Кавалерий! Все в крови! Встали! Не хватает им боевого опыта для того, чтобы их выносливость была гораздо выше! Смотанные! Ну, жаркий был бой, недолгий, но... Зато очень качественный! Решительная победа! 295 мы потеряли, а не 1933 человека! Нашинковали их только в пути, конец отыграл отлично! И легионеры, вон один отряд у нас аж 205 человек вложил! Но в таких сражениях очень многое еще зависит от правильной тактики, тактики окружения! Потому что претарианцы и легионеры доспеши могут стоять очень хорошо и долго в узких местах, когда их не окружают и не заходят им с тыла! И если их смогут обойти, долго им все равно не выстоять! Со всех сторон просто изрубят! Если им тем более не хватает еще и опыта! Но в этот раз окружить смогли мы их очень быстро! Практически без шансов! Уничтожаем! Бутоны уничтожены! Мы захватываем еще один город, будем его обустраивать! И в следующей серии уже начнем полноценную атаку на Нервиев! С боями пока закончили! Мирный договор мы с ними заключили! Я, конечно, на них нападу при ближайшей возможности! Сейчас просто восстановлю честный порядок в захваченных городах и добью их! Но с Нервиевыми начнем войну 100%! Как бы не обсуждается! Ну и не забываем, что войска у них были неполными! Мы их потравили перед атакой очень хорошо! Это здорово нам помогло! Все, да, в город пал! А племя навсегда уничтожено! Так, полководец повышает свой ранг! Проводец повышает свой ранг! Спутники мы ему дадим! Так... Ну и традиция армии! Опыт растет! Скоро они будут еще сильнее! Посмотрите, они не уничтожены! Ух ты! У них есть еще одна армия! Даже не одна, а полторы! И они могут сейчас вернуться и проатаковать обратно город! Ну, пускай попробуют! В тот момент, как они подойдут, наши войска уже полностью восстановятся! Так, перестраиваем здесь городок! Пища сразу убавляется на минус 4, но зато доход! От торговли янтарем у нас возрастает! Здесь мы сразу перестраиваем это здание! Водоем! Ну, а тут построим, пожалуй, мы усадьбу для того, чтобы повысить количество пищи! Ну, вот, в принципе, и все, что я хотел вам рассказать в этой серии, пожалуй! Продолжим в следующих эпизодах! Там уже начнется у нас война, я гарантирую, с нервиями! В следующей серии мы на них нападаем! Ну и добиваем гутонов! Либо выйдем навстречу им, либо они придут сами! Если они будут гадить у нас под городом, выйдем и добьем их в еще одном жарком сражении! Если они там так и будут стоять, значит, пускай стоят! Специально я к ним не пойду! Все равно рано или поздно они либо погибнут, либо придут к нам! Или уйдут на чужие территории! Ну, если серия вам понравилась, не забывайте ставить лайк! Подписывайтесь на канал! Если еще не подписаны, оставляйте под видео свои конструктивные комментарии! На этом все! С вами был Крестоносец! Всем удачи и до новых встреч! Пока!